Энигма от Пупея, возможно, будет. Да, Пупея уже взял ее. Давненько ее не появлялось, честно говоря, и, по-моему, на этом турнире не играл он данным героем. Ну и визаж от Лила также такой сигнатурный, очень часто пикаемый ему в свое время. Попытаются сейчас в ЭПМ переиграть вот таким набором героев. Ну, здесь такого очевидного преимущества у них нету в пике. Нас попросили немножечко поругать Virtus.pro после прошлой игры, мол, это сработает. Но, в принципе, по-моему, их уже достаточно поругали. Шила, вот эти вот нереализованные тимфайты в начале сказались, конечно же, очень сильно. Ну и сейчас Сикрет Пупей играет на Энигме, С4 на Квапе в миде, Артизия играет на Луне, Кура играет на Шадоу Шамане и в Хардлине у нас пойдет Зайна Дарксири. А у Virtus.pro, FNG на линии, Иллидан, Кэрисаленсер, Гот, Штормспирит, Фобос, Эршекер и Лил на визаже. Очень тяжело будет наказать в данной ситуации Virtus.pro лесную Энигму. Обычно, когда этот герой заходит на первой стадии, стараются брать что-то, что его контрит, что-то, что ослабляет вот эту, как раз-таки еще больше ослабляет лайнинг сопернику. Но здесь всем, чем будут контрить Virtus.pro и Энигму, это Сайленсер. В принципе, для лейтгейма, ну и вообще, контра довольно хорошая, потому что Энигма ни с одним артефактом не может устоять перед Global Сайленсером. В Сикреты выбрали отличную позицию для того, чтобы взять себе жадного лесника. Если в былые времена можно было спокойно прийти триплой в хард и заблочить кэмп, например, поставить вард сюда, сюда, сюда или сюда, то сейчас противдар этого невозможно сделать, так как ставится сентря и есть полы. И в итоге агрессия через триплу, она падает. Поэтому ВП пошли сейфлэйм, поскольку Пупея у нас умеет обузить лесников в этой игре. Мы видели уже, как вернулся Чен на профессиональную сцену, да и Луна подъехала. Теперь заезжает Энигма, и я чувствую, что вот спрашивают, где Тайтхантер, многие спрашивают, который выиграл четвертый инг. Ребят, Тайтхантер готовится к гранд-финалу. Он выйдет как король, если вдруг понадобится для какой-либо команды. Ну что ж, и начинает. У нас несколько проседает шторм в миде от Клопы, в принципе, как герой, поэтому помогает слегка немножечко Лина в начале. Хотя вчера мы видели штормов, которые отстояли очень достойно и даже выиграли Лине, но тем не менее у Клопы и радиус чуть побольше, и подходить к шторму со своими ремнантами тяжело, он сразу получает первый спелл Клопы. Хотя С4 пока что не стал спешить и ничего не вкачал. Да, на ПП этот Харас нейтрализировал. Заблаговременно съел крипов, линия запушилась по тавер, и весь роуминг Лина на миде, он закончился. ФНГ пошел наверх. Пробуют таким вот образом наказать врага за лесника, чтобы сверху было хоть какое-то противостояние, поскольку Лина не может фармить свои леса. Если Лина стоит снизу, мы видим, что у Сайленсера, у Визиджа более-менее получается гонять Дарксира, то сверху нужно что-то делать. И пока у ребят получается отличный пул. Да, Сайо, конечно, гораздо удобнее играть вот в данной ситуации, чем в прошлой игре. Мы видим, что, в общем-то, подпушивает он линию, хотя по-прежнему крипов нету, или Дан здесь не дает ему шансов. 4-6, но Илья просто демонстрирует потрясающий лайнинг. Да, кстати, интересная статистика, действительно. Ну, скажем так, да, Энигме тяжело дать Блэкхолл против Сайленсера, но у нее есть масса плюсов помимо Блэкхолла. Это, наверное, один из самых быстрых, если не самый быстрый лесник, которому, если не помешать, в 10-й минуте она может быть какого-то 8-го левела с сапогом, с улрингом, мекой и просто начать давить тебя. Ну, казалось-то, что, да, Энигма может быть законтрена одним глобалом, но, с другой стороны, у нее слишком много функций. Во-первых, она фармит лес, как ты отметил, очень хорошо это делает. Во-вторых, она может спокойно спидпушить, нападает на Курока, появляется хаста для года, в итоге Курока попался, и нужно динаить сап крипов. Старается это сделать, у нас купе С4 все подходят, но... Без шансов. Да, ноль помощи. Без шансов и отдают здесь Кура, но, действительно, Шторма, Менигмы остановить очень тяжело на таком левеле, тем более, когда он под хостой, и здесь Гот продолжает агрессировать, нападает еще и на С4, используя свою руну по полной. Очень хорошее начало от ВП, забрали ФВ, на нижней линии, тем временем, у нас Визаж второго левела продолжает гонять Зая, у которого уже почти третий, и есть всего-навсего один крип. Нет, ну, Элидан, конечно, его лайнинг невероятно силен. Я думаю, если бы все остальные показатели Virtus.pro были настолько сильны, насколько вот этот лайнинг Элидана, то было бы очень тяжело с ними играть. Но есть еще куда добавлять медведям. Да, есть. Вот по поводу добавления, немножко еще вернемся к Энигме, скажу, что помимо спидпуша, этот герой очень хорошо себя показывает в ганге. То есть, если саленсер немножко уязвим, от него можно сделать блинкаут или там какой-нибудь ТП, вот поскольку тянет стана, то Энигма со своим блокхолом это потенциал на 4 секунды дизейбла, и может зайти как нельзя, кстати. Ну и самое главное, Рошан. Он на стороне Team Secret, у них есть Энигма, Шаду Шаман, Луна, и поэтому Virtus.pro нельзя ошибаться, иначе он упадет моментально. Кура в очень хорошей позиции, у года всего 300 хп, если сейчас Сергей Брагин ошибется, может быть хороший фраг. Но, как мы видим, ждет он бутылку, Кура выходит, но год уже, да, год уже отпился. Не хочет Сергей Брагин ошибаться, сверху ВП наблюдает за тем, что Луна осталась одна, не самый лучший герой для того, чтобы потерпеть, и при этом постоянно качает линию, вот очень грамотно. Шейкер уходит на подтавр, Лина стоит в позиции и забирает крипа. Артизи пока, ну, пока немножко страдает. 10 крипов всего-навсего у него, в то время как у Иллидана 22, у Шейкера 17 крипов также на хард-линии. Шейкер получается очень сильным, такой Шейкер может действительно очень много проблем доставить своим оппонентам. И наказывают, наказывают Virtus.pro за ажатную Энигму, потому что, да, Энигма фармит много, но все остальные линии получаются в проигрыше. На миде ситуация ровная. Чуть раньше шестой будет, у С4 года нужно это пережить обязательно, потому что на шестом шторма здесь убивать пока что тяжеловато. ФНГ-чика начинает помогать, понимает то, что Shadow Shaman хочет сделать свое темное дело. Очень много Куроки потратил времени для того, чтобы попробовать забрать, но осторожная игра года, она, как всегда, великолепна. Мы видим то, что у Virtus.pro очень хорошие ворды, читают, где вообще будет бегать их противник. То есть это сверху на пулах и снизу нападение на Зая, который убежит на Сурже. Да, отступил. А почему Лил не кинул Solo Sumption? Хороший вопрос. Мог бы, в принципе, убить Solo Sumption даже на первом левеле, наносить много урода, но решил, видимо, не тратить ману, просто развести. Ну, сохранил ману, потому что очень много ману стоит этот скилл. Пока ты его не замаксил, не сделал на монокол 140, то первый уровень 170 забирает тебя очень много. Ну, там буквально два юза и все, ты без маны. Стакает Кура Эншента в своей иллюзии, которую он подобрал. Ну, и возвращается на линию, потому что все-таки Shadow Shaman без левела, довольно-таки слабый, без цапога тоже. Ну, в спид у него очень маленький. И вот сейчас могут поймать Кура. Ловит фиссуру, станчик. Кура, есть также волна. Кура, последняя тычка от Лины. И умрет, умрет здесь, да, умрет Куроку. Пытается нанести побольше урона, но Шейкеру в итоге достается еще и фраг. Потрясающая позиция для Фобоса. Все у него очень-очень здорово. Кстати, о минусах пика Сикрет. Из-за того, что Энигма, Дарксир не может уйти в лес. В прошлой игре у него такой вариант был, но он им не воспользовался. В этой игре такого варианта и вовсе нет. Вот вы хорошие новости Алилия. Падение. Норма. Но Луноу Артиези получает стан и стирают. 3-0 Virtus Pro. Неплохое начало. Хорошее начало. Virtus'а сделали в этой игре все очень грамотно. Вместо того, чтобы блочить кэмпы и терять обсевер, они его поставили в точку, где прекрасно можно наблюдать за шаманчиком, смотреть на его перепулы. И если Куроки у нас находится вне позиции, то ты спокойно заходишь, его забираешь. И по итогу Луна, Шаду, Шаманы должны стоять на Алинии. А вместе они не самые лучшие комбинации для сражения 2 на 2. Потому что шаманчик, он существо очень слабое. Да и Луна, в общем-то, она довольно уязвима. Да, она хороша в атаке за счет ауры. Но без Эклипса ей особо нечем ответить. Да и с Эклипсом бывает тяжеловато под такое количество станов. И у Virtus'ов пока получается... Лукбол! Ой-ой-ой, вот он, тот самый ганг, который демонстрирует Пупей. Забрали у нас года, не было все еще глобала у Иллидана, он его не взял. Интересное решение. И вот так вот обычно реализует себя Энигма в игре против Сайленсера. Она не старается прийти в замес 5 на 5, дать свой глобал по всем и развести. Она просто будет бегать от тебя по всей карте для того, чтобы можно было где-то загангать и развести. Поэтому Пупей, он знает, что-то знает. Здесь, в принципе, ситуация такая, что Блэк Холл должен быть нереализован, тем временем нападение. Стан, отличный наход от ФНГ, будут пытаться зафокусить Зая. Зая умирает, также тратит ТПшку. Артизи включает Эклипс, нужно срочно отступать. Попытка забрать Артизи, здесь 4, здесь же может дать скрим. Артизи успевают забрать. Это Инта для Сайленсера, однако Квапа с дабл дэмэджем и Лила тоже подцепят. Это минус 3 в исполнении Team Secret, однако они потеряли Кэрри и потеряли Дарк Сира. Размен не такой плохой сейчас получается. Ну вот, если бы Лидан взял на шестом Сайленс, то Энигма даже с первого Блэк Холла уже бы оказалась в очень-очень большой... Да можно было бы и Луне дать глобал на ход, чтобы она не смогла ворваться, но размен для Virtus.pro хороший. Под сверху нападения на Куроку, в очередной раз он попался, Фобус дает у нас тотем и Куроку погиб. Фобус, молодец. Так вот, если... Так, у нас на центре нападения Гоу Гот нападает на Кашу, хороший Харас, но нет, будет пока все нормально. Если сейчас Virtus'a смогут надавить, вот делать то, что делали Secret'ы в прошлой игре, это пойти и ломать своих оппонентов, то тогда можно сказать, что размен будет удачнее, потому что без ульты Луны она очень слабая. У нее только один нюк, который дает 300, но это 300 в одну цель. Это тебе не Ауе Лины, не Ауе Шейкера. И Нигма без Блэкхолла также слаба, и нужно делать какой-то выпад в сторону врага. Лидан, седьмой ловел, все еще нет глобала. Очень жадно играет и цепляет его, дает первый, ну, второй, третий. Нужно драться. Есть шанс добить С4, но подходит Пупей и помогает. Да, и опять отсутствие... Ну, на этот раз не знаю, насколько сказалось, но в любом случае это еще один фраг в пользу Team Secret. Ну, Team Secret сейчас прекрасно понимает ситуацию, поскольку враг тебя давит, а мы видим то, что основные силы сконцентрированы сверху, то они убегают от Virtus.pro, заставляя, ну, находя слабые стороны. В итоге разменяли тавер на тавер, и теперь игра ровная. Артизия уходит в лес. По графикам ведут 2000 у нас Team Secret за счет Лесной Энигмы, но по золоту, несмотря на наличие этой самой Лесной Энигмы, преимущества никакого нет. АВП сейчас еще и забирают вышку, и оказываются чуть впереди. Все еще очень хорошая позиция ОВП в этой игре. Ну и посмотрим, как они будут реализовывать это тайминговое окно, хотя, в принципе, Блэк Холл уже скоро откатит, как и Эклипс. Оцени, какое количество вардов Сикреты поставили во вражеский лес. Стоит опс номер один, который палит. Первый выход на маленький фэншин, то второй стоит снизу, но это для того, чтобы забирать тавер, но он все равно имеет свой вес. И сверху не видит ничего. Артизи поубавил свой пыл, сейчас прекрасно понимает то, что в лес свой можно не заходить, и стоит патит виртусов под тавером. И вопрос, кто первый будет на врага идти. Да, у Сикрета очень большую часть карты заняли. Пупей занял вражеский лес вместе с Заем, который тоже здесь подпушивает нижнюю линию. Вдвоем стоят на миде, ну и Артизи фармит на легкой. Хотя ВП также отвечают тем, что забирают вражеский лес. Но они не фармят его. Есть такая одна особенность, что наши ребятки не любят не пофармить. У них очень такое желание подраться. И мы видим то, что Гот у нас пока кемпит Луну. Но Артизи он продолжает ставить сейв позиции, хотя вот появляется окошко. И можно сейчас с ним разобраться. Подходит Фобос, летает Гот, нападает на Артизи. Дают еще сверху Глобу, и Артизи погиб. Но С4, у которого есть ульта Гот, которому нужно делать моментальный ТП-Аут, естественно, завязал. И хорошая перетяточка развели. Ну, сделали свой минус, и Луна отправляется в Таверну. У Артизи по-прежнему очень-очень маленький Нетворс. Как мы видим, он после Шейкера аж идет, и Дарксир близок к тому, чтобы обогнать эту Луну. А Луна, в принципе, герою, которому нужны артефакты для того, чтобы больно бить. Да, и я еще добавлю, что большая часть фармы сейчас отступает в Энигму, и здесь уже Вертусам это на руку, потому что сколько бы слотов Энигма не одевала, но тяжело его ввевать. Нападение на С4, подходит Судалил, дает фокус спицами. Почти успел застанет, и С4 отступил. Да, чуть-чуть бы еще успел посадить Фамиляра. Шейкер мог бы дать ультимейт, раскаст, второй спелл, и у С4 могли бы быть проблемы, но это был тяжелый, тяжелый момент. ФНГ прячется в лесу, в очень неплохой позиции, в Смаке. Видят ли его Артизи? Артизи его не видит и уходит. Тем временем Квапа у нас забирает лизажа. Мега килл, стан в Зая, весь раскаст в Зая. Эклипс готова давать Луна, но не решается это делать. Бот влетает, дает притяжку, стан. Еще Артизи, можно успеть забрать. Да, забирают Артизи в очередной раз. Это еще 2 нты для Сайленсера. Это отличная игра от Шторма в очередной раз. Он оказался в нужное время, в нужном месте. Отличная игра от Virtus.pro. Ребята, нажали на малого, и похоже у Артурки-то нервишки-то сдают, потому что я первый раз вообще такое вижу, что Луна от Артура, 12-ая минута, она бегает 0-4-3, и уже идет Смог Ганги. Да, Смог Ганг, это было, наверное, действительно штука интересная. Но рассчитывал в лесу с помощью Эклипса как-то кого-то забрать. Но ВВП, как мы видим, сыграли лучше. Тем временем были потрачены Змейки Шадоу Шамана на миде. Их заформила Ледан. Вышка устояла, сейчас ее будет Денай-Тилья. Ну и это, опять же, отличный размин. Змейки на вышку за Денай-Ную. Очень неплохо. Тем более, что пошел кулдаун еще дополнительно. У С4 очень грозный Antwars. С4 очень скоро может выйти в Воркет. У него практически готов остался только рецепт докупить. И шторму здесь придется немножечко тяжело. Возможно, году стоит задуматься о каком-то защитном этаже. Но против пика Virtus.pro Квапе здесь очень тяжело. Шекер, который с 1000 рейнджа в любой момент может тебя застанет. Шторм спирит, который также имеет Вортекс, Глобал, Сайленсер. Плюс еще и Ласт Ворт. Ну и Лена, которая дает фантастический прокаст. Поэтому С4 для Virtus.pro, если они будут драться 5 на 5, он не составляет никаких проблем. Но нападает на Года. Дает Сайленс. И вот теперь видно, что ганг потенциал С4 использует идеально. Да, даже не стал давать Иллидан Глобал. И, в общем-то, правильно, потому что с руки запинал С4 своего оппонента. Очень здорово отыграл. Так, ну вот теперь Virtus.pro знает, что Квапа с Орчедом и по одному бегать вообще не стоит в этой игре. Нужно вспомнить то, что где-то есть шило. Обязательно его нейтрализировать и спокойно пофармить. Сопадает Пупей на Лила. Поскольку сюда также Луна, думает, давать ли Блэкхолл, вызывает Лилу птичек и начинает микрить. Очень хороший прокаст Пупея. И нужна хоть какая-то помощь. Старается уйти Лил, но почти. Шекер, ультимейт. И нужно успеть забрать Энигму. Бим. И в итоге в Глиммере спасается у нас Пупей, который он купил, за счет которого сделал ганг. И за счет которого сейчас ушел. Да, размен получился не самый хороший. Лина погибает в размен на Shadow Shaman. И забирает еще также визажа на верхней линии. Очень хороший выбор от Пупея. Если так приглядеться, то он решил сэвить своих абонентов. Чувствует то, что под глобалом нет вообще каких-либо шансов пережить своим союзникам. Магический прокаст. Но вот Глиммер может спасти ситуацию. И мало того, что ты можешь защититься от рыва шторматок. И параллельно это потенциальный ганг. Мне очень нравится то, что делает. С4 находит. ФНГ. Здесь же шторм. Саленс потрачен. Выживет на ФНГ. Остается у него 40 хп. ФНГ выживает. Здесь же С4. Удается забрать все под глобалом. И помочь некому. С4 отдает. Викет Сиг. Отдает его году. И очень год много поднимает по золоту. 800 монет. 450 также достается линия. В то время как 350 теряет сам мидер команды Сигра. Илюша молодец. Он теперь чувствует, что не стоит отдавать глобалы. Точнее, что стоит давать глобалы по кулдауну. Потому что он у тебя может быть. Может быть блокхолл унигмы. Но, как мы видим, блокхолл не намечается. И тогда стоит реализовать каких-то других моментов. Пока у унигмы нету бэккб. И оно вообще вряд ли в этой игре будет. То стоит разменить глобал на легкий клыб. Для того, чтобы получить адвантинж. Очень спорный артефакт. Блокинг бар действительно в такой ситуации. Но здесь, я думаю, это будет та самая энигма от Пупея. Это может быть родов Атос, Пайп, Тараска, ПТ, Насилу. Боевая энигма, которая понимает, что блокхолл вряд ли ты первый дашь. Поэтому будешь просто стоять и выживать. А уже потом. А уже потом, да, посмотрим. Фобос. Почти блинг. Да, почти блинг. Кстати, хорошая игра от Фобоса. 2-0-3. Уверенно отстоял свой лейн на пару с Линой. Опустили Артизи, причем довольно-таки знатно. И уже готовы рваться на Рошане. Немножко не хватило. Также нету глобала. И сейчас опасности. Сикреты готовы. Сикреты прекрасно понимают. Отрезал. Двух героев. Пупей. Есть блокхолл. Выходит Пупей. Шамана можно успеть стереть. Но Глимер. Садятся птицы визажа. Станет. Лина. Шторм залетает. Нужно убить шамана. Шамана стирают. У Лины большие проблемы. Иллидан погибает от Иглипсы. Нет. Все еще выживает Иллидан. Ульт-клопы кастуются. Иллидана забирают. Птицы визажа продолжают дамажить Артизию. Визаж забирает. Блэкхолл тем временем кастуется от Пупея. Но не удается забить Года. Год уходит. Году нужно улетать до конца. Но нет у него больше МП. И кажется Год погибает. Хотя пытается. Ну. Инвиз. Чуть-чуть добежать. Нет. Не дотягивается. Но довольно-таки много не хватило, чтобы уйти в Инвизе. И размен получается у нас в итоге 3 в 2. Если я правильно понимаю. Да. 3 в 2. Но это была ровная драка. Саленсер не дал Глобал. У Шейкера. Ну там, по-моему, был легкий кулдаун ультимейта. Поэтому он ворваться не успел. Так что Virtus.a могут снова, если они успеют, собраться в смог и сделать рожь-атаку. Фамиляры все разведают. Действительно Глобала просто не было. Не было блинка на Шейкере. Но вряд ли он успеет появиться. Да. Но что-то не успеет. Похоже, не успеет. Начинает забирать Рошана. Огромное количество ДПС. И Даллоны, Змейки и все остальное. Но Virtus.a подходит. Почти погиб, знает. 20 хп. Сейчас эта птичка увидит. Фамильяр. Хорош, Лил. Красава. Потрясающая игра от Лилла до конца. Играл он. Эклипса нету. Блэкхолла нету. Глобал дается. Начинают бить. Энигма уходит в Глиммер. Где просветка? Просветка нужна очень срочно. Иллидан заходит. Но заставляют отступить. Отцепляют Артизи. Есть шанс убить Артизи. Новые фамильяры. И Артизи погибает. Вся команда. Сикрет вынуждена отступать. У них нету ничего для драки. Абсолютно. И тут Рошан. Подарок для Virtus.pro. Приготовили Team Secret. Сладенький. Для победителя. Да. Коциной. Также подлетают на спичку. И Virtus.a. Красавцы успели. Потрясающая игра. Визаж от Лила. Его фамильяр. Вот этот килл на Зая. Это, я думаю, мы увидим завтра с утра в Киарене на предигровых хайлайтах предыдущего дня. Очень красивый момент, действительно. Ну и 14.12. По графикам Virtus.pro сокращают отставание. 2000 золота всего остается. 2000 экспы также, что на 18-й минуте в общем-то не так много. Ну и главный у них есть Aegis на шторме. Теперь его будет очень тяжело останавливать. И кажется, Bloodstone. Нет, не хватает на Bloodstone. Немножечко. Самую малость. Почти он его сделал. Solar Crest у визажа. Очень сильный визаж. 5-3-2. Почти 11-й левел. Это будет довольно-таки серьезное оружие. Фамильяры, конечно, недооценивать нельзя. Даже без Draw Ranger они очень больно дамажат. Да. Самое главное визаж по этому пику, то, что он может спокойно скаутить Darkseer, который постарается поставить свой вакуум и при желании даже посадить птицу ему на голову параллельно ту же Enigma контролить очень легко, поскольку птички, они могут быть рядом, но висеть над тобой и не давать зайти в драку. Да и вообще, как мы видим у Virtus.op, когда есть Global, когда есть Ultimate Shaker, который, кстати, по-прежнему в сейве, они могут сделать многое. И вот теперь уже наступает их пора, когда нужно давить врага. Луна нищая, Луна третья с конца. У нее 4500 нетворса, ничего Артурка не может сделать. И вот в этот момент нужно нападать, так как без Эклипса у Team Secret не так много дэмэджа для тимфайта. Так, ну и что же, будет ли у нас Смоук? Разбивают Смоук. Есть абсолютно все у Virtus.pro. Есть блинк на шейке, есть 11-й левел. И если сейчас найдут кого-то, это должно быть... Это должна быть атака на тавер. Хотя нашли пупея, говорят привет, нападают, в этот раз есть дошит. Получают у нас пупей по голове и хороший выход. Очень хороший выход. Особо ничего не потратили. И тут же на тавер можно выходить. И да, тут же выходят на тавер. Сами Team Secret понимают, что приблизительно, вот, пока нету БКБ на Луне, то в драк усылаться не стоит и нужно начинать сплитать. Есть 4 снизу. Подходит сюда хобос. Луна почти не фармит, у нее так мало артефактов, ей тяжело вот этих хеншентов забирать. Вчера, по-моему, Ехо мы забирали их, не знаю, минут 20 луной без артефактов. Сейчас Virtus.pro все контролит. Если найдут эти стаки, у Артизи огромные проблемы. У него и так огромные проблемы. Но хотят ворваться еще раз. Вода есть Аегис, все еще. Собирает, кажется, у нас Пупей Кримсон Гард против фамильяров. Ну, неплохое решение. В общем, действительно, он защищается довольно-таки здорово. Нормально его понесло по артефактам. Ну, как ты сказал, в общем-то, здесь... Во всех папах страны уже будут наблюдаться такие сборки, да. Но Кримсон здесь хорош, как ни крути. И в центре Фобос попробовал синициировать. Тим Секретов в позиции. Надо начинать бить Тауэр. Рудофотов есть у Сайленсера. Ну, уже довольно-таки давно, по-моему. Надо уже понаглее действовать, как Секреты в прошлой игре, которые вот... Вы подходите к Тауэру, может быть, даже втроем, четвером. Вас и так уже ребята боятся, не собираются они нападать. И вот сейчас, похоже, хотят принимать драку. Необычное решение. Видимо, верят в свои силы. Очень мало маны у Нигмы. Так же, как бедная пульса, поэтому все может получиться. Тауэр проседает. Видят, видят, что у Нигмы нету блинка, что у нее Вангвард. Тут же забирает Эдалона в год. Он может рисковать. У него Аегис. Сверху, тем временем, фармит Артизия. Виртус Про, ну, довольно-таки много времени дает им соперник. А будет за то, что главный корт-герой у Виртус Про это Сайленсер. Сайленсер не самый лучший персонаж для того, чтобы пробивать товара. У него очень мало физ урона. Напомню, что злой лоб, как правило, тип чистый. Нападает на Пупея, который решил подстрять. Подходит сюда за. Есть глобал, есть харизма. Нападает на Паппи, и Паппи погиб. Но год чуть не... Да, год был близок, но год это Аегис. Поэтому даже если бы это был размен, он был бы не так плох. Тут же, забирая вышку, забирая Пупея, уходит отсюда. Ну и, собственно, Виртус Про очередное небольшое преимущество себе приносят. По графикам начинают вырываться вверх. Пока что все выглядит нормально для команды из СНГ. Для вот этого потрясающего микса из, в общем-то, состава Виртус Про как раз-таки конца 2014. Дружба народов, да? Тоже, то есть, два украинца, два русских и капитан Беларусь. И, в общем-то, да, у Пупея действительно тяжелая ситуация. Как мы видим, скастовать Блэхол тяжело. С такими артефактами даже уйти ему тяжело. И начинает проседать немножечко. Виртуса начинает действовать поувереннее. Отпушили вверх, но не пошли дальше. Перетянулись на низ. Есть инвизу фокусы. Находит С4. Подходит сюда и фонгами. Дает прокаст. Лагуна. Драгонслей блестящий. Потрясающая реализация. Энвиза. 3.09. Фобос. И Фобос начинает собирать Юл. Юл для того, чтобы, видимо, кого-то еще жестче цеплять. Для того, чтобы спасаться самому. Действительно, артефакт очень-очень неплох. Ну вот, кстати говоря, пока у нас такое легкое затишье по поводу вот этих пабов. Действительно, после того, как на интернешне начали забирать Луну, резко возрос ее пикрейт в пабах. Ну и, естественно, резко упал ее винрейт в пабах. Как и всегда бывает на таких турнирах. Да, я, ну, в пабах это не совсем тот герой, который выигрывает игры. Все-таки она хорошо играет, когда команда танкует, все стоят перед тобой, цепляют и нападают. А если вдруг ситуация иная, то вот ты можешь бегать, как Артурка, 0-6 уже, 0-6-6. То есть буквально за каждую смерть Артурка забирает ассист. То есть каждая его смерть результативна, и ему тяжело найти себя в этой игре. Знаешь, что я хотел бы отметить? То, что если даже он соберет БКБ, фармит, то он будет все равно очень-очень медленно с этим БКБ. И контроль карты УВП вот сейчас Сикреты находятся в очень интересных ходе. Сражаться надо. Сикреты начинают продолжать делать, показывать свой скрипуш. Вот они бегают и талоны, делают и паут. И как мог от Virtusa зонит своих оппонентов. Видели, видели, видели. Кура, но год почему-то не стал попадать. Пинговал туда, лил, но год решил по-другому. Кстати, ты отмечал гем. Отмечал не ты гем, хотел спросить. Потому что это очень важный сейчас фактор, который может зажать Сикреты на базе очень серьезно. Тут надо смотреть на Варде. Если вспомнить ему, то еще одно из ее достоинств, которое можно отметить, это Эйдолон. Они, ты вызываешь ребят, у которых длительность 35 пикот. И фактически у тебя появляется 3 варда, которые могут бегать и скаутить всю карту. Поэтому УВП, естественно, ими огромную работу проделывает. И понимает, где находится его оппонент. И идет скрипушить другую линию. Очень хорошо играет Нигмея. Да, размен пошел у нас. Но за счет визажа на этот раз Тавру удается размять очень-очень быстро. Надо идти на Т3. Надо идти на Т3 для Virtus. И навязывать тимфакт никоим образом нельзя идти на Т2 и Т2 и просто развести всю команду секретов на ТП-шки. Вот мы видим, что начинают у нас свою работу. Силенсер и Шторм. Но не так много ТП-са, потому что птичек он закончился. Увилл сэвит свой стан на притяжку. И вот теперь молодцы. Побили, заставили прийти и ушли. И нечем вас поцеплять. Здесь не те герои. Нет у них таких артефактов, с помощью которых можно ринуться, сбить ТП. ВП спокойно отступает. Но есть такая комба а-ля Сурш плюс Глиммер Кейп не Нигме. Но... Против Гем работают. Да, Гем пока эту связочку контрит. Ну что ж, и год у нас выходит Сайланс. Сайланс будет отличным артефактом. Как против Шмана, так и против Дарксира. Квапа мы видим уже с брала БКБ как у Луна. Но это именно против Кастера. Против той же Энигмы, которая не выходит в БКБ. Вот это очередной повод наказать Энигму. Она не делает БКБ. Можно сделать кучу Сайланса. И даже без Глобала не давать ей раскастываться. Это неплохое решение. Да и в целом, орчит на шторме. Многие считают, что это как бы такой дизаймл. Но в первую очередь, многие профессионалы собирают его из-за статов. Сколько там... Почти 60 урона. То есть, 65 это уже демэж сак от релика. Среди за этим еще 30% скорость атаки. Плюс у нас увеличение урона по Сайланса. И реген Мане. В общем, айтем идеальный для любого ментовика, который хочет стать кором. Почти на любой стадии. Это хороший атефакт именно для ДПС, для ментовиков. Да. А так как у нас Сайлансер, он больше чистый урон. Он не очень хорошо пробивает БКБ. То шторму нужно будет обязательно помочь. Потому что у Луны уже БКБ. И вот теперь тем секреты хотят напасть. Шанс через 11 секунд появится. Это шанс. Если сейчас смогут выиграть драку. Байбэков у Virtus.pro... Ну, у них есть два байбэка. Но если смогут выиграть драку, скорее всего, это минус Рошан и минус огромное преимущество. В очень опасной позиции находятся сейчас секреты. Смотрим. Чекает ремнантами год своего оппонента. Также Лил пичками скаутит. Хорошо, хорошо держит позиционку Virtus.pro. Вот сейчас главное стоять на месте и не двигаться. Лил решил подфармить. Крок увидит Лилу. И С4 видит. Ну, Лил это не так. Курица. Курица спалила все. И видят. Видят Артизи. Артизи. Медаль Катуджин. Падение на инику Артизи. В примере БКП. Потрясающая стяжка. Могут забрать Иллидана. Есть байбэк. Есть байбэк у Иллидана. Нужно байбэк отслежать. Нужно. Но нет. Голда забирают. Вот ноги минус 2. Корк 2. Отличная атака. Лил чудом успевает уйти на ТП. И Фоба также отступает. Не дав абсолютно ничего. И забирают еще и Курьера. Ну, это был просто потрясающий байт от Virtus.pro. Артур Кабабаев, который, в общем-то, не является особо ДПСером. Все, что он сделал, это вид, что он убегает. Также у нас нашел и Ниму. И Virtus уже ликовали, что мы начали атаку. Но S4 с Дорксером, которые стояли вот здесь за кустами, и никто их не видел, напали на Сайенсера, разорвали его, и без Глобала сложные дела. Очень действительно тяжелая ситуация была. Ну и в который раз уже вот эта комбинация Дорксера и какого-то прокаста. Вчера она помогла против Е-Коум. Сегодня буквально два спыла залетает, и ничего не сделать. Ну и сразу же у нас ДНС вышка снизу. Правда, Virtus.pro не тратили ничего, никаких спылов. И Рошана Сикрет решили не забирать. Это хорошо. Они будут продолжать разводить. Сейчас команда Сикрет демонстрирует, что делать с критической ситуацией, а именно навязывать лесные файты, где очень тяжело держать позиционку. На тебя, если ты стоишь здесь, на тебя могут напасть справа, на тебя могут лететь сверху, снизу, справа, да вообще откуда угодно. И в таком моменте очень тяжело реализовать свой Глобал. Но сейчас мы видим то, что Virtus.pro у нас сорвали и спасли на Рошана. Он нападает у нас еще и на Куроку Гулт. Очень рисковое решение. Куроку у нас пул убегает. Потратил очень много маны. И спокойно Рошана сбирают. Есть хороший реген, 45 секунду, также отпивается из бутылки. Ну и, в общем-то, да, Рошана здесь сберут. Нечем его абсолютно депить. Нету никаких спылов. Есть Eclipse, но нету ни Блэхола. Стенка только сейчас откатила. И, что самое главное, есть все ОВП. Ну, Рошана забрали. Да, Рошана забрали, отдали Айги Штормой. Вот теперь Сережа может свои врывы реализовывать, поскольку очень тяжело убить его без Блэхола. Блэхола нету. Есть дособранный Кримсон. Ну, по графикам, по нулям. Просто по нулям. Отыграли, отыграли. Вот это легкое преимущество ВП. Да, конечно, выиграли Virtus.pro тут драку. У них было уже фантастическое преимущество. Но нет, драка была слишком хороша. И Артизи 0.6-7 поднимает себе Доминатор. Потихонечку эта луна. Поднимается с колен. Поднимается с колен. Поднимается с колен. И у него начинается фарм. Ну и контроль карты, что самое главное. Смотришь, насколько чувствуют себя уверенность Сикрет. Они просто контролируют большую часть карты. Нападением Иллидан и Иллидан по Сайлсам. Могут попытаться его забрать. Потрясающая фиссура. Блоком. И в Соник Вейв. Нет, ничего здесь не смог сделать Иллидан. Никак его не смог засейвить. И еще один фраг. Ну, начинают сыпаться Virtus.pro. Ну, точнее, не сыпаться. Просто Иллидан немножко загулял. Есть такая позиция, что у тебя Иллидан будет тебя бояться. Но те же Сикреты, они очень сильно рискуют, нападая вот здесь. Потому что Иллидан не мог предположить, что здесь могут быть 3 или 4 героя. Поскольку здесь вообще нет никаких крипов. Если вы будете находиться в четвером, вы ничего не будете фармить. И они, естественно, его забрали. Да. Ну, можно опять вспомнить Иллидана, антимагов Иллидана, которых уже там на студии аналитики особенно у нас полюбили. Но действительно очень такой неприятный фраг. И еще немного преимущества забирают себе Сикреты. Но ситуация все еще играбельная. Осталось вспомнить одну простую вещь. То, что, насколько я помню, у кого-то есть гейм. Да, геймы есть у Virtus.pro. То есть, в первую очередь, нужно бегать только по этой территории, где находится твой герой. Мы идем сверху, стоит вард, и его еще не проверили. Плюс у нас по-прежнему сохранился глобал. При этом, кроме глобал, у нас есть аиги, и нужно идти реализовывать. То есть, да, можно терпеть фармить сколько угодно. Но вот этот вот Дарксир, который имеет стеночку, вакуум, в любой момент может совершить переворот. Поэтому затягивать не стоит. Очень хорошая там Кутузай. Гуардиан Грейпс, который снимает глобал с него самого. Теперь, если Иллидан его нажмет, то Зай на 100% порвется и свою комбу... Да, это действительно очень сильный артефакт. Именно против Саленсера и против Шторма, который оба вешают Нарчит. Так что Virtus.pro. нужно врываться. Решили поохотиться за S4. Вот уже кликает на ФНГ, где он находится. Нужно цеплять. Но вот этот парень действует с фола. Ну, наконец-то, Иллил доходит этой горки, видит вард стоящий. Ну, конечно, играя с гемом, нужно действовать более активно в передвижениях по карте. Нужно развардить всю свою хотя бы половину. То, что там постоял вард 2 минуты, за счет него сделал фраг на Иллидане, это недопустимая роскошь. Роскошь Фобос практически зафармил себя в форс-став. До сих пор у него пока 0 смертей. Если не ошибаюсь, это единственный игрок, который не умирал. Но, честно говоря, от этого ни жарко, ни холодно. Ну, на месте Фобоса ему стоит подумать о том, чтобы спокойно врываться первым. Да, бывают такие ситуации, когда эта корова может хорошенечко взорвать своих врагов. Но тут, если, не дай бог, ворвутся в тебя, там, Саленсер или Штормат, то плакала твоя игра. Поэтому, в первую очередь, ты выступаешь как Танк или Дизыблер для своей команды, чтобы создавать плацдарм для атаки. Появляется Хекс, а Тизи тем временем почти догнал Иллидане, почти вышел, ну, уже вышел на четвертую позицию. Напомню, он был третий с конца. И это очень сильно усиливает, скажем так, команду Сикрета, то, что у них керри действительно способны. И скоро 16-й левел. Ну, и следующие уже артефакты будут какими-то артефактами на серьезные. Невероятный сплитпуш демонстрирует Дарксир на пару с Квапой. Вот такой противный пуш, который в свое время придумали Клоднайн. Это вы находитесь где-то вот тут вот в леске, кидаете свои аймшилы, линии пушатся и врыв. Врываются на Артизи, но он очень толстый, крок у двух позиций. В итоге нападает на годы, все еще есть Аегис, но он выживает. Глобал потратили и нужно отступать. Шекер врывается в луну по второму кругу. Дарксир будет листягивать Блэкхолл потрясающий, но тут же поднимают уникал воздух. Минус Артизи, Шторму выбивают Аегис, но это только Аегис. И сейчас можно на развороте пытаться нападать. Лину стирают очень быстро, С4, С4 погибает. Цеплять купея, нужно сажать фамильяров, но и так хватает урона. И Виртус Про делает минус 4. Дарксир забирает Сайлансера. Ну и размен получается все равно очень-очень неплохой. Получается 4 в 4 размен, но реализованный Аегис и 2000 для Виртус Про. Ну вот то, что я и говорил, тот самый Шекер, который не будет ждать момента, чтобы ворваться в пятерых, в решающий момент упоминал, что их будут догонять. Поэтому нужно врываться в луну, и у него все получилось просто шикарно. Если бы еще не стенка, которая просто убивала всю нашу команду, то прямо сейчас падали на раки. Но есть еще время, есть видишь. У него большой ДПС, у Шторма также он довольно-таки высок. Выкупается Зай, подходит к шубке, получается Алин, стягивает Зай. И Куроку, скорее всего, погибнет. Да. Остается Зай, который вряд ли что-то сможет сделать. Зай что делает? Это суицид! Зай забирает! Боже, это дайбэк! Просто поплыли Сикреты, уже не понимают, что с ними происходит. И тысячи голды зарабатывают в Виртуса за эти два фрага. И еще и байбэк Дарксиры. Минус вышка. За счет визажа, за счет его фамиляров удалось ее сгрызть. Лил покупает себе Аганим, не за горами, 16-й. Смотрим на графики, они опять поползли вверх. Ну, действительно, потрясающая драка от ВП. Развели на часть БКБ, сбили Энигмой Блэкхолл. Вот Уппей все-таки должен задуматься над БКБ. Ну, уже да. Потому что Глобал переждал, а толку? Там Еул, два Еула, Стан Лины, притяжка Шторма, Сайлансу Шторма, Шейкер, птицы визажа. Ну, птицами не знаю, насколько вероятно вообще сбить. Ну, Верай отвелил, может, и он не такие вещи может этими птицами. Так что Уппей призадуматься стоит. Хобас. Акстис, ну, ульта нету, поэтому не будет нападать. Захватывать преимущество. Пока у нас у Team Secret были все мертвые, есть время подвардить. Вот уже начинают захватывать периметр. Штом Спирит начинает у нас доходить до кондиции, когда вообще никто ему ничего не сможет в этой игре сделать, если он нажимает БКБ. И, боже мой, Team Secret сжаты на базе. Нету Blackhole, есть Global, нету Aegis, но у Шторма есть БКБ. Это тоже очень важно. Также есть ультимейт на Шейкер, есть абсолютно все. Врывает Зай, ставит потрясающую стенку, врывается Хвопа. В очередной раз Илитам получил Сайланс, отступает на ИС-4, блоки-гинстер начинает наяривать, но он один, и нужно отступать, откиливаться. Развели на все, вообще на все развели. Все БКБшки, ульт, шадоу, шамана. И сейчас Шейкера, который заставил свои сплыли, шикарная ситуация. Смотрим. Напали, напали на ИС-4, Шейкер врывается в двоих, Финсура по-троим, садятся Фамильяры и ничего не могут сделать секрет. Пайбэк от Энигмы, но Энигма остается с Дарксиром вдвоем. Ой-ой-ой, что творится? Дарксир, вакуум по всем, но стенка, стенка не убивает. Пупея должны забирать, должны, должны загнать Пупея. Фамильяры пробивают снова Санкшон, минус, год очень битый. Поднимают артеры в воздух, Шейкер, Стан, нужно забирать Зая, это Тимвайпи. Болые бараки стоят сейчас, остается только их сломать. Подбирают гем. Ни у кого нету байпэка. Геноминальная игра, потрясающий разул от Virtus. Прост, шли просто по стопам Team Secret, как это было в прошлой игре. Развели абсолютно на все сплы, которые были. Илюшев танковал чуть ли не весь урон, почти погиб. Но на развороте под Global ребята дали жару. Фантастика. 6-6-6, свак статистику у Литана. Действительно, 6-6-6, Silencer убивает Secret. Ну, очень тяжело будет сейчас Secret. Огромное преимущество, минут две стороны. Да, ну и что, пойдут ли они сжаться прямо сейчас на отступлении? Но, по-моему, это излишний риск. Тем более, Virtus.pro отступит, как только упадет барак. Так и есть. И уходит, не оставляя никакого шанса. Хотя Квопа, решает ворваться. Ульт, Лагуны, получается. Здесь же, здесь же Артизи может убить за счет Эклипса. Артизи идет дальше. Лидан опор ставит. Лидан живет. ФНГ, ФНГ выривает Shadow Shaman, минус. Луна получает Хексы на развороте. Артизи нужно месить S4, Шейкером на кулачную Еул. И уходит S4. Но Шейкер не выпускает Лену из Тана. Уходит с блинка. Просто фантастика. И Лидана все-таки потеряли, но это минус Shadow Shaman. И минус БКПшка, Эклипс. Никакой контратаки теперь не получится. Хорошо подрались. Очень хорошо подрались. Луна у нас многие вещи завязала. В то время как у Вертуса были сухие. У них не было ультимейтов. Но сейчас у нас все откатывается. Ребята смогут пойти в атаку. ФНГ сделал очень грамотный мув. То, что моментально дал Лагуну в Квабу. И она моментально оступала. Если бы продолжили фокус, то она скорее всего погибла. Но ничего страшного. Потому что теперь Вертуса пойдет решающий пуш. Очень скоро появится Рошан. Остается буквально 2-3 минуты до его появления. У Team Secret все очень тяжело. Луна вообще без дамага. Она после Визжа, который, по-моему, просто убьет ее в соло. И у Team Secret нереально сложная ситуация. Перевес огромнейший по золоту. 15 тысяч золота. 14 тысяч экспресс. И Рошан. Рошан с сыром, на котором, возможно, будет драка. 0-8 Артизи. Ни одного фрага не смог сделать. Да. Действительно. Стата просто невероятная. Ну и что у нас? ВП собираются в Смоках. Выходят. В Смоках также Сикреты. Важнейший момент. Кто первый сможет напасть? Палец. Палец и Шторм. Влетает на Энигму. Сайланс. Тут же нужно кастовать. Глобал или Дану. Или Дан отступает. Глобал пошел. Все в БКБ. Ничем не сгинуть. Падает Shadow Shaman. ФНГ успевает расхастоваться из четыре. Забирают. Это минус два. Шейкер запрыгивает в Зая. Минус Зай. Хлопка байбек на Артизи. Также падает. Это Гудгейм. Потрясающая. Просто потрясающая игра. Очень хорошо сыграли наши ребята. В решающий момент, когда ребята поэкспериментировали в первой игре. Сыграли, может быть, не очень неуверенно. Но в последний момент они просто взяли себе всех своих героев. Шейкер, Виза, Штормспирит. И разбили секретом лица.